Это вопрос бесполезно, переводите. Ну вы не поняли, остальные, кто руки не поднял, по дефолту вы по-русски, по-английски не понимаете. Сейчас будет на английском все происходить, а я буду стараться переводить. Нет, на самом деле я думал сделать на английском, но потом сейчас передумал, потому что половина из вас не поймет. Потом можно будет, если что, на английском вопросы задавать, я буду на английском отвечать, но буду на русском выступать. Всем привет, меня зовут Эрнис, я генеральный менеджер и основатель школы English Zone, это английская школа. Тем, кто не знает, English Zone это курс английского языка, где мы говорим исключительно на английском. Все другие языки, кроме английского, под запретом. Из-за нарушения этого правила штраф в размере 10 сомов, это серьезно. В нынешний момент у нас 5 филиалов в двух городах, это в Бишкеке и в Аше, где-то 70 сотрудников и около 1000 студентов. Я это называю версией номер 5, потому что... Ну, я буду сегодня рассказывать про версию номер 1. Что такое версия номер 1? В 2012 году я решил открыть свои курсы английского языка. Ну, потому что все другие курсы английского языка не могли дать студентам то, чего они хотели. То есть, научиться разговаривать на английском. И тогда я решил открыть курс английского языка English Zone и начал. У меня было где-то... Когда я вот так буду делать, можно следующий слайд, да? Либо так. У меня было 16000 сомов и я начал. На 15000 сомов я снял две комнаты в АУПКР. То есть, это было в общежитии. На 1000 сомов я сделал маркетинг, постеры и начал. Первый месяц было 3 студента. Второй месяц было где-то 12-10 студентов. Третий месяц... Один. Один студент был. Четвертый месяц немножко улучшились дела и было где-то 5-6 студентов. Пятый месяц... Шестой месяц... Седьмой месяц... Двенадцатый месяц... У меня было где-то 5-6 студентов. Я заканчивал университет в этот момент. И мои ученики, которые со мной учились, выпускались, уже улучшили свой английский и выпустились. И осталось... Работает, да? Хорошо. Мне вот это больше нравилось. И осталось ноль студентов. Как это можно назвать по-другому? Провал. I failed. So why did I... Why did I fail? Почему я... Провалился... Почему это случилось? Первое. Несерьезное отношение к делу. Во-первых, я English Zone начинал, когда учился в университете. Для меня это было как хобби. И заработал... Ну, чтобы заработать на карманы расходы. И все. Я уделял где-то 2-3 часа в день. И основное время учился, да? Поэтому, я думаю, что как бы никакого маркетинга, ничего не было. Второе. Очень важный момент. Это жадность. Почему? Потому что я тогда был единственным фаундером, основателем и единственным сотрудником. Потому что не хотел делиться своим тортом. Я был 100% владельцем своего маленького торта и этим гордился. Поэтому даже я был единственным сотрудником, потому что не хотел платить модераторам, новым преподавателям. Потому что думал, а зачем им платить, когда я сам мог заработать эти деньги, да? Но в одну ночь я закончил университет. Я лежал и думал, мне нужно было уже придумывать, что я буду делать дальше. Я закончил университет. И я на бизнесмена не учился. Я политолог. И надо было решать, что я буду делать дальше. И тогда пришло какое-то озарение. Произошел сдвиг в моих парадигмах. Что это значит? Революция. In the way I thought. Первая революция. Failure is not a failure unless you call it so. It's a lesson. Можно было тогда сказать, все это failure. Закрыть. And today English zone would not exist. Второе. All in or all out. Я больше не хотел называть English zone как хобби или что-то еще. Я должен был полностью уделить свое, все свое время, всю свою энергию на English zone. И только этим заниматься. Я был занят 100% English zone. Полностью сосредоточен. Третье. I would rather have a piece of big cake than 100% of a small cake. То есть, в общем, я хотел иметь кусочек большого торта, а не целый торт, который маленький был. И тогда я решил найти инвесторов. Но у меня на самом деле не было выбора, потому что денег-то у меня еще и не было на продолжение проекта. Поэтому я начал искать инвесторов и нашел. Четвертое. I would rather earn. Это, кстати, Джон Д. Рокфеллер говорил. И это тоже было. То есть, я тогда понял. I would rather earn 1% of 100 people's work than to earn 100% of my own work. Сегодня я к этому близок. Сегодня я не преподаю. Я больше не учитель. Я могу называть себя, наверное, как предприниматель. Потому что теперь я занимаюсь менеджментом, growing the company, да? А не просто преподавать сам и говорить, что я бизнесмен. И это намного выгоднее. Пятое. First, feed the cow, then milk it. Когда я учился в университете и работал над English Zone, я зарабатывал деньги. У меня была прибыль. Но я тут же их тратил на себя. То есть, обратно в бизнес я не реинвестировал эти деньги. Они шли на другие расходы, да? Some other entertainment cost or something. И я понял то, что чтобы бизнес рос, надо реинвестировать в него обратно. Тогда, пять-шесть лет назад мы инвестировали 3 тысяч долларов, когда я вот привлек инвесторов. И до сегодняшнего дня не было outside investment. То есть, мы то, что зарабатывали, реинвестировали, реинвестировали опять и опять. Чем больше денег было, тем больше мы опять же эти деньги клали в бизнес. И тем самым, я думаю, что мы дошли до версии номер пять. Спасибо большое. Спасибо большое. Ох, вон там сразу вопрос попадал туда. Можно будет вводить? Держите, чтобы не… Горя Линь. Горя Линь. Началось. Горя Линь. Окей, моя вопрос. Есть ли особая миссия в компании и по какой причине потребитель должен выбирать именно эти курсы, а не какие-то другие английского языка? Майк. Окей, я отвечу на английский, чтобы создать больше работы для него. Номер один из наших компаний – это помогать людям понять их full потенциал. Английский – это инструмент для того, чтобы делать это. Английский – это не конец. Я не верю, что кто-то должен приехать в наши курсы и быть там всегда. Кто-то должен приехать, потому что английский – это инструмент. Инструмент для того, чтобы работать? Да. Евросоюзформенты работы про Understand Cт – чтобы работать для других книг。 ninguna Vamos как с 3 место. Всего. Не потому, что я рассказываю, но потому, что люди, которые пришли к нашему курсу, которые действительно учились в английском языке. И вы знаете, почему я решила выбрать версию номер 2? Потому что версию номер 1 failed, да? Я решила выбрать версию номер 2, потому что я понял, что английский зон был не фейлер. Я получил успех с 5 студентами. Я получил студенты, которые улучшили их английский язык. Поэтому, они были те, кто помогал мне. Я переведу, вы не переживайте. Я запомнил. Мне же делать-то больше нечего. Я тут стою в уголочке и запоминаю. Краткий перевод примерно следующий. Если говорить о том, есть ли миссия, да, есть миссия. Мы верим в то, что английский язык — это инструмент, который помогает человеку раскрывать свой потенциал. Да, в современном мире это как раз та возможность, которая есть перед каждым человеком для того, чтобы включиться в этот современный мир и получить больше наслаждения. Английский язык — это средство. Средство для путешествия, средство для лучшей работы и так далее. Это лучшие жизни в этом плане. Если говорить о том, почему выбирать нас, то скорее всего, даже не потому что я что-то говорю по этому поводу, а потому что мы действительно учим английскому языку. Первая версия, несмотря на то, что можно ее назвать провалом, она не провал в том плане, что система сработала. Люди, которые прошли обучение в рамках первой версии, они действительно научились английскому языку. Они приобрели этот инструмент и смогли им воспользоваться. Это говорило о том, что мы даем действительно хорошую ценность. Ну вот как-то так, да? Правильно? Да, да. Спасибо. Спасибо. Какое из них вы считаете наиболее успешным, а какой не наиболее успешным? И второй вопрос. Вы отслеживаете тех студентов, которые прошли уже обучение у вас? Может быть, они куда-то уехали за рубеж или стали с вами друзьями и наоборот стали преподавателями у вас на курсах? Спасибо большое. Я считаю то, что я не могу считать, что один центр успешнее, чем другой, потому что компания в целом должна быть важнее, чем какой-то центр. И в целом English Zone, то есть все центры у нас are sustainable, да, устойчивые, то есть каждый центр сам себя кормит. Нет такого, что один центр работает и другие там просто за счет этого центра живут, да? Поэтому у нас такого нету. И мы придерживаемся к тому, что если мы что-то делаем, мы открыли в Аше в июне, центр, наш филиал, он не отстает ни по каким стандартам от наших центров в Бишкеке. Потому что для нас качество не имеет такого, что, ну, в Аше, значит, можно проще сделать или там. Есть стандарты, и мы по этим стандартам везде делаем English Zone одинаковыми. И поэтому все центры наши, они, в принципе, одинаковые. Просто у нас есть Kids Version, да, это то есть для детей, и есть Adults, то есть это для взрослых. И так далее.